Продолжение следует... Доброго всім здоров'я. Людина, яка не має власного транспорту, змушена користуватися громадським. Так, до речі, буває і з думками. Свої думки немає, користуєшся громадською. Тим не менше, якщо з думками людина може розібратися самостійно, то з проблемами транспорту, громадського транспорту людина розібратися самостійно не може. І саме про громадський транспорт у Дніпрі ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Це Каміль Примаков, депутат Дніпровської міської ради та голова комісії з питань транспорту та зв'язку. Пана Камиле, доброго вечера. Здравствуйте. Цего неделя в Дніпре презентовали нового перевозника, который пришел в место с новыми великими автобусами. Что это за перевозник, что за автобусы, что они с собой являются? Комфортно или некомфортно? Где они будут использоваться, ездить по месту? На самом деле, наш город посетила новость. Она пришла к нам в начале этой недели. На сегодняшний день появилось новое предприятие, которое называется Днепрбас, которое будет предоставлять услуги перевозки для горожан и будет использовать автобусы большой вместимости. Это автобусы первой категории. На сегодняшний день... Это еще какие-то, говорят, такие некомфортнейшие. Да, это самые большие автобусы, самые большие, которые могут курсировать по городу. На сегодняшний день приехало 13 автобусов. Это автобусы, которые взяты в лизинг. Взяты в лизинг они у одесской компании. И они уже на сегодняшний день находятся в городе. Находятся они на территории АТП-32. Это на Каштановой. Каштаново – это... Это напротив дома торговли направлась. На левом берегу. Буквально в среду у нас состоялась профильная депутатская комиссия, на которой был рассмотрен вопрос по поводу предоставления данному перевозчику временного маршрута по временному договору для предоставления услуг перевозки. На депутатской комиссии было принято решение передать в пользование на три месяца маршрут номер 38. Это из центра, который доезжает до левого берега. Да, да. Предоставили, подписали протокол, проголосовали единогласно за него. Ну и теперь мы посмотрим, как в ближайшее время транспорт выйдет на улицы города и какое качество услуги будет предоставлять данный новый перевозчик. То есть для этого этот термин, не терминовый, а определенный короткостроковый договор укладенный, если они проходят, то потом проводится уже открытый конкурс. Правильно, да? У нас на сегодняшний день ситуация с городским транспортом следующая. У нас все перевозчики работают по временному договору, который дается на три месяца. Почему так? Ну, во-первых, по закону мы должны проводить конкурс на пять лет. То бюджета проводится открытый конкурс, которым мы утверждаем, после подачи документа на конкурс перевозчиков, мы утверждаем, кто где на каком маршруте будет ездить. Ну, до езды и выкрус. Да. В связи с тем, что в ближайшее время будет принята новая транспортная сеть, нет смысла сейчас проводить пятилетние конкурсы для того, чтобы данный перевозчик проработал на этом маршруте полгода, или 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, потому что потом все равно будет совершенно новая транспортная сеть. Почему мы ждем эту транспортную сеть? Сейчас прошел конкурс, и одна компания, которая выиграла конкурс, она проводит, меряет пассажиропоток, проводит определенный анализ подвижного состава, дублирование с электротранспортом, и после чего эти данные будут предоставлены в департамент транспорта, и на основании этой информации город будет принимать новую транспортную мережу. Новая транспортная мережа, это значит, что появляются совсем новые маршруты, которые будут ездить с совсем другими шляхами? Ну, не совсем так. Первая концепция – это укрепление подвижного состава. Позиция депутатской комиссии и департамента транспорта, чтобы в городе не было спринтеров вообще. Это пережитки истории, которые должны уйти на свалку. Мы выступаем за то, чтобы в городе были автобусы большой вместимости. Сокращение маршрутов. Если на сегодняшний день у нас 125 маршрутов. Разных, да? Разных, да. То мы приблизительно понимаем, что после принятия транспортной сети это будет в районе 90 маршрутов. То есть произойдет укрепление маршрутов. Мы разведем дублирование электротранспорта, потому что есть сейчас такие ситуации, где 2-3 маршрута полностью дублируют ветку, например, того же метро, или трамвай, или, например, троллейбус. Там 101-й полностью дублируют трамвай за вынятком Соборной площади. Там 120-й дублируют 12-й троллейбус. Там 12-й дублируют 2-й троллейбус. Поэтому мы ждем информацию, вернее, департамент ждет информацию от профильной организации, которая проводит это исследование. Также принимается информация от перевозчиков, которые также вносят свои корректировки и предлагают, как бы было эффективней и правильней для города какую транспортную систему принять. И после этого, когда будет принято решением исполкома данная транспортная новая сеть, будет, безусловно, объявлен конкурс, на который на 5 лет зайдут перевозчики и, соответственно, будут оказывать, выполнять перевозки для наших горожан. Ну, если вспомнить историю коротенько, то маршрутки, вот эти спринтеры, Форди, Транзити та Газели, вони з'явилися у второй половины 90-х, и они были, они коштовали больше дорожче, чем же звичайные маршрути, и они были более комфортными, более дорогим транспортом. Тобто там жодного не можно было уявить, что там стоячих кто-то поедет, там не было черг, то був громадский транспорт, великі автобуси, там навіть ікаруси ще ходили з подвійни. И маршрутки были альтернативами оцим, тобто вони были швидше, вони были более комфортніше. Потім їх зникли, оці великі маршрути, з'явилися лише одні спринтери, і вони перестали бути зручними і комфортними, як були раніше. Не є небезпека, що да, зараз ми відмовимося від спринтерів, завеземо великі автобуси і з'єкнемося з ситуацией, наприклад, там, Радянського Союзу, коли там були великі ікаруси, але там туди було важко впихнутися, увійти, там треба було їх подовго чекати, і це не було зручено. І ось як цієї проблеми уникнути? На самом деле це ісключено. Ісключено, объясню, в чому. Якщо ми вбираємо автобуси, подобні спринтеру, і вводимо автобуси категорії 1, категорії 2, то, соответственно, пропадає проблема з того, що в автобусі люди стоять і не можуть влезти. Тобто, якщо автобус гораздо більше, ми від пункта А до пункта Б відправляємо определенне кількість підвіжного составу із расчета количества пассажиропотока. Соответственно, пропадає ситуація з тим, що люди будуть, як в консервному банку, там, толпиться, і, як ми видим, на різних сайтах, інтернет-ресурсах, як там люди просто запихивають їх в автобус. І, во-вторых, зараз є більша проблема, є популярні маршрути, наприклад, з лівого берега, які йдуть в центр, що в час пік, коли люди йдуть на роботу, невозможно туди сесть. Це проблема. Якщо ми введем автобуси в большой вместимости, то эта проблема исчезнет. Ми можемо взяти потрібний пример городів Європи. Ми ж не видим, щоб в Європі, в яких-то європейських городах їздили спринтери. В основному, везде ходять автобуси категорії 1 і категорії 2. Там проїзд набагато дорожчий, якщо там проїзд декілька євро може коштувати. Так там і стоимость топлива стоїть по-другому. Якщо буде, в теорії, да, заміна спринтерів на маршрутки, для користувачів, для тих, хто їздить, це виглядає, нові будуть автобуси, буде якісно, буде здорово. Тим не менше, оці спринтери є там водії, і спринтерів немало. Якщо від спринтерів відмовитися і ввести там великі автобуси, то певна кількість громадян, дніпрян, які там є водіями, спринтерів, вони окажуть можуть опинитися без роботи. Їх буде там не дуже багато, але певна критична маса буде. Ось як з ними. На самом деле, це ошибочне мнення, тому що у нас, наоборот, є больша нехватка водителів на маршруту. І головна проблема перевозчиків, які приходять к нам в комісію і жалуються по яким-то проблемам, вони кажуть, що ми не можемо набрати людей водителями автобусів. Це больша проблема. Доходить до того, що кожна АТП на своїй території відкриває школи, які обучають водителів маршрутних таксів водити одну чи другу категорію автобусів, транспорту. Це дійсно важко, тобто ввести великий лоцман, спробувати взяти великий лоцман, їхати по місту, ще збирати гроші. До того, що не завжди коректні люди, які можуть нахамити, некоректно себе ввести, це не дуже така приємна робота, вона важка. Звісно, мало хто хоче навіть за більше, ніж інші заробітні плати, туди йти. Це повністю обіграє питання того, що люди залишаться без роботи. Насправді, місця на роботу водителями автобусів, вони є. Є велике кількість пропозицій, але, до жаль, люди не хочуть туди йти працювати. Автобуси. Які вимоги для усіх автобусів будуть, які заходять? Що там має бути? Кількість місць для людей з обмеженими можливостями, щоб вони з колясками заходили, з візками? Так. Я хотів би сказати в два слова про ці автобуси. Ці автобуси ходили раніше в Швіці, вони були приобретені там. Вони повністю пройшли капітальний ремонт. Відповідно, вони оснащені, ну, не можна сказати кондиціонерами, а вентиляційній системою, яка подає віздух при двіженні, і тим самим робить можливість нахождения в даному автобусі для пасажирів гаразд комфортніше. Це не звичний люк, який є. Ні-ні-ні, це там ціла система, яка накрутиться і подає віздух. Потім, безусловно, вони всі оборудовані пантусами, для того, щоб люди з візками могли туди заїхати. З дитячими візками? Да. Сьогодні буквально ми посіщали АТП, ми зробили виїзну засідання транспортної комісії, перед тим, як ці автобуси вийдуть на маршрут. Ми увиділи всі автобуси. Чесно скажу, що в моменті проведення комісії у нас були замечання к данному перевозчику по состоянию автобусів. По состоянию автобусів ми це все указали, показали і попросили, щоб до того, як ці машини вийдуть на вулиці міста, ці недосчёты були бути устрінені. Тому я надеюсь, що новий перевозчик услышав нас, вніс всі необхідні корректирувки, і в ближайші час ми на вулиці міста міста увидим новий подвіжной состав, який буде являться яким-то уровнем, до якого всі інші перевозчики повинні буде підприєматися. Це буде на певний період найкращі автобуси на місці? Смотрите, посмотрим. Пусть вони поїдуть, пусть вийдуть водителі на маршрут, ми посмотрим, яке качество перевозок вони будуть предоставляти. Вот, ну, поки рано загадувати. Але автобуси, які сьогодні приїхали в міст, вони відповіють качіству заявленому. Є определені нюанси, ми на них указали, попросили, щоб вони були устрінені. Якщо це не буде устрінено, то і будуть якісь нарекання на даного перевозчика. Не скажуть «До побачення», шукають інші місства. Да, ми просто будемо… Главное, це повинна бути конкуренція. Буде конкуренція, буде, відповідно, і предоставлення качества. Коли декілька років тому у Дніпро зайшли лоцмани, там 120-й, 121-й маршрути, вони були, ну, не новенькі, але вони були чистенькі, вони були прибрані у салоні. Зараз з часу вони, ну, що зношуються, тому що багато людей, пил, все інше потрапляє, і не завжди за ними прямо… Вони не забруднені там остаточно, але тим не менше вони не такі чисті, як був вил. Тобто там сидіння, там на вікнах, там пил збирається. Ось з цим можна якось слідкувати, змушувати перевізників, щоб вони там не казали, у нас немає грошей, ми працюємо збиток, змушувати, щоб вони якось слідкували за внутрішнім комфортним станом. Знаєте, подобний вопрос я подобавав у себе в комісії, коли к нам прийшов департамент транспорта, коли прийшли перевозчі, ми обсуждали какой-то обыденний вопрос. Це голова, да, був? Да, ну, я голова, я ціпитання підприємства. І департаменту? Ну, представітелі департамента були, да. І ми піднімали, як депутати, ми піднімали вопрос по поводу що тут грязь в автобусах, їхне состояние. На що, соответственно, ми поняли, тому що була показана строка закона, що за це отвечає транспортна інспекція і определенні там санітарні служби. У депутатів, у департамента транспорта немає ніяких можливостей чи рычагів заставлять машину мити її раз в день. Ну, к примеру. Или два разу в день. Или щоб вони проходили анти... Там є определенний момент, от насекомих проходили раз в місяць. Тоже у нас нет таких полномочий. Есть то, що только прописано четко в законі, на що пытаются основуватися і опиратися перевозчі. Щоб нічого не робити, а ви ввозити... К сожалению, якісь доповнительні требования і просьби це розпринимається як вже якесь давлення на бізнес. Тому у депутатського корпуса і у департамента транспорта к сожалению, прямого влияння на ці процеси немає. Але я вам можу сказати, безусловно, ми в калуарах перед засіданням комісії ми всегда з перевозчиками говоримо, що главний критерій отбора на дальніші маршрути, це качаство предоставляемої услуги. І якщо ми получаємо багато жалоб від гаражан, це там хамство водителів, якщо машина ходить ні по розписанню, ні по графіку, якщо вони йдуть там повністю забиті, якщо кількість подвіжного составу не відповідають транзити, якщо форне транзити, якщо десь там в газелі, якщо вони десь... форне площі, вони вже дійсно не все їм... Ні, насправді це неправда. Було предложення департамента. На позапрошлого засідання комісії вони подавали ліквідацію данних маршрутов, але і моя позиція, і позиція моїх колег по комісії категорічно проти. Ми проти того, щоб до внедрення нової транспортної сети ми що-то зараз ліквідували і тим самим предоставляли неудобства нашим горожанам. Поэтому ці маршрути будуть, вони зараз функціонують, і до глобальної транспортної реформи ці маршрути будуть їздити під цим же номером в тому же количестві підвіжного составу. Тобто вони доживуть до глобальних змін. Пане Каміль, якщо дивитися на усі громадський транспорт, то найбільше добре зараз себе почуває, наприклад, електротранспорт, не весь, а особливо це тролейбусний транспорт. Тому що тролейбусам велика увага. У нас з'явилися маршрути на Червоний Кам'ї, на Парус, на Сокіл, на Сонячний житловий масив. Тим не менше, тролейбуси, які там їздять, вони закупаються не в Україні, в Білорусі, здається. Так, вони зручні, вони з кондиционером, вони з низькою посадкою. Якихось претензій до них нема. Але в Україні на Південмаші виробляються тролейбуси. Добре, там про трамвай не будемо казати, тролейбуси тут виробляються. Іх же тут можна купувати. Чому їх не купують? Чи є плани купувати таки тут? Спасибо за вопрос. На самом деле, ми получили кредит от города, от ЕБРР, Европейского банка. Получили кредит в 13 млн евро под закупку електротранспорта. В банке є такая программа, с разными городами України вони работають, Одеса, Харьков, Львов, по приобретению, обновлению електротранспорта. Соответственно, на эти деньги, которые город взял в кредит, был проведен тендер, проводил его ЕБРР самостоятельно, потому что они за свои финансы самостоятельно ими распоряжаются, их контролируют. И был открытый тендер, международный причем даже. На этом международном тендере победила Днепропетровская компания, она называется Литан. Да, Литан. Да, она базируется на базе Южмаша и производство находится на базе Южмаша. А собирают тролейбусы, то есть были приобретены тролейбусы 33, тролейбусы с запасом хода 2 км автономного. И... По цей домовленостей, чи ранее? По этому всего будет закуплено 45 тролейбусов. Не 50, а 45. 45 тролейбусов. Есть график поставки этих тролейбусов. Первые тролейбусы уже пришли, а в течение года они к нам доходят. Последний автобус будет получен городом в сентябре 2020 года. Из них 33... Это через год десь? Да. 11 месяцев? Да, 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 конечно. 33 тролейбуса с автономным запасом хода 2 км. И остальные, получается, 12 тролейбусов с автономным запасом хода 20 км. А таки довгий для чого? Что они до аэропорта ездили? У департамента транспорта есть определенные видения, где запускать тролейбус для того, чтобы не было где-то питания. Ну, это мы поговорим уже потом. Как они будут выглядеть? Какие из них требования? Вы их видели? Можливо, там, показывали где-то на YouTube? На самом деле, они уже есть. Некоторые тролейбусы уже ездят по городу. На них можно посмотреть. Я бы хотел вернуться, рассказать, что это фирма Летана. Она базируется на базе Южмаша. И вот эти тролейбусы, которые они собирают здесь, они, в основном, на 70% состоят из белорусских запчастей. На сегодняшний день Южмаш не мог участвовать даже в этом тендере, по моей информации, потому что у данного предприятия есть определенные какие-то проблемы с расчетными счетами. Заборгованность там есть. Да, да. И, соответственно, данное предприятие, к сожалению, к большому моему сожалению, оно не было конкурентно способным именно на этом конкурсе. Вот. Поэтому новых 45 тролейбусов в ЛКМ. Мы их ждем. Часть уже приехала. Остальная часть в течение года, согласно договору, будет доставляться в Днепр. И, соответственно, в ближайшее время мы реально все почувствуем новый уровень предоставления услуги перевозки электротранспортом. Это будут появляться новые маршруты або будут дополниваться те, которые уже существуют. Вот есть определенные мысли по удлинению маршрутов. В связи с тем, что мы получим автобусы, которые могут ходить автономно, соответственно, мы не будем привязаны к электропорам. То на шестой перемозе может там не проводить... Вот. У нас есть видение, это видение, например, на следующий год, что, возможно, маршрут номер 12, который идет от Глинки, мы его продлим, он будет ходить аж до добровольцев. До озера, да? Да, до озера. Да, поэтому и много таких интересных наработок, которых планирует и горэлектротранспорт, и департамент транспорта, которые будут внедрены на базе новых полученных троллейбусов. Трамваи. Закуплены у Лейпцигу. Трамваи, они не новые, но, как говорят, в Министерской Раде новые трамваи купить не можно, потому что наша колея их убьет за очень короткий період, и они очень дорогие. Тим не менее, у третьего депо, которое обслуговывает большинство наших маршрутов, зима у нас бувает, зима бувает снижная, не снижная, но сниг тим не менее выпадает. И ось этих колеев, там, звичайной машиной, ковшем не прибрати сниг. Тобто, у них есть специальные трамваи, которые прибирают этот сниг, чтобы они працювали. Но эти трамваи, мы их видели, они из 60-х рухов, это очень старые, раритетные, взагалі, вигляд раритетный. Не можно закласти, чтобы купить один, два, у них взагалі два, этих снигоприбиральных трамваи, хотя бы один заменить на более современный. Потому что они у депо, скажут, очень важно, им нужно управлять, и он есть много электроэнергии. Мы приобрели 20 трамваев, они были приобречены, мы их купили в Германии. Ну, цей Лейпциг, да. Да, которые немецкие трамваи. Это Татра Т4, Татра Т4, модель трамваев. Это трамваи с для... Есть Т3, есть Т3, а есть Т4. Т3 – это для широкой колеи, которая была в Советском Союзе. А Т4 – это для Европы. Соответственно, мы приобрели Т4. На базе нашего электротранспорта они были переоборудованы под нашу колею. И они, кстати, я хотел бы отметить, что они с кондиционером идут. Они прошли перед поставкой из Германии в Украину, они прошли серьезное техническое полностью оснащение, новое техремонт. И, соответственно, это тоже очень сильно улучшит качество предоставляемой перевозки на трамваи. А вот с них прибирать еще. Что касается снегоуборочных трамвая. И самое для трамвая. У нас, да, на самом деле у нас есть, они довольно-таки старые, но у снегоуборочного трамвая за сезон очень маленький пробег. Всего лишь от 50 до 100 километров. Всего лишь. Поэтому маленький пробег позволяет довольно-таки большой период его эксплуатировать. И мы понимаем, но на сегодняшний день с ними проблем нет. Они у нас есть, они справляются со своей работой. Ну да, к сожалению, они не выглядят, как новые современные трамваи. Но мы должны четко понимать, что это большие деньги. Приобретести один трамвай стоит, вот мы купили трамваи, которые немецкие. Дорогие были там по 20 тысяч. То есть по 40 тысяч евро. Вот эти, которые мы купили трамваи в Германии, они выходят в 860 тысяч. 860 тысяч – это один трамвай. Ну, для трамваи это не так дорого. Вот. Ну, соответственно, нет никакого смысла сейчас тратить деньги на трамваи снего больше. Если они есть, они ремонтируются на базе нашего электротранспорта и в принципе выполняют те задачи, которые необходимы. Окрім транспорта, тут перевезення, есть зупинничные комплексы, это, так бы мовити, кинцевые. Цего года были активные изменения. Заявился на Левом березе станция, там на Павлоград, на Новомосковск, звольнився. Новый центр, где раньше были старые, зупинялись эти міжмістские маршруты, туда переезжали большинство маршрутов, которые там по центру были размещены. Есть планы появления новых транспортных хабов, например, Речпорт. Потому что до 90-х Речпорт это был такой большой комплекс, где там с Перемоги переезжали, с Червоного Каменью, там даже міжмістские были маршруты, это был такой мощный центр транспортный. Есть планы восстановления Речпорта или появления новых транспортных связей, где можно будет там остановиться? Я вам объясню, почему транспортная связка в Речпорту была ликвидирована. Там есть большая проблема перехода дорожной части. То бишь, транспорт собирается там, и там нет для людей нормального перехода, чтобы, ну, можно было дальше идти там в сторону Островского. Там підземный такой перехід. Там серьезно, да, действо, там дорогу треба будет давать. Это была проблема, это была даже инициатива, по-моему, или транспортной безпеки, или ГАИ, еще тогда, или полиции, что там эксплуатировать его как транспортный хаб нельзя, в том виде, который он есть. Поэтому было принято решение городом заменить транспортные узлы, ну, имеется в виду транспортные хабы, и я могу так чуть-чуть приоткрыть небольшой секрет, что в ближайшее время планируется ряд новых после реконструкции территорий планируются новые транспортные хабы, это один планируется на площади Островского после реконструкции, один планируется на площади вокзальной также после реконструкции. Есть вероятность того, что когда зафункционирует метро на станции исторической, там вот тоже музейный. Да, музейный. Да, да, да. Там, где исторический музей, там тоже уже, возможно, будет организован какой-то транспортный хаб. И, безусловно, съезд с нового моста, если мы съезжаем с нового моста по левую руку, улица Косюбинского, там, где вот эти сейчас такие старые дома, которые, ну, они уже выкуплены, и я так понимаю, там будет это все реконструироваться, та вся территория, и приводиться в порядок. И поэтому, возможно, в ближайшее время вот эти места будут именно новыми транспортными развязками. Ну, вам спасибо. есть, У нас есть бачение, что в городе, комиссии, активные депутаты не сидят без дела. Они модернизуют на краще в нашем городе транспортную систему. Будем ждать этих массовых глобальных изменений и вашего визита, чтобы вы рассказали, какие планы и что уже сделали. Вам большое спасибо. Сегодня в гостях у нас был Камиль Примаков, депутат Министерства и глава депутатской комиссии с вопросом транспорта и связи с договором. До граждан хочу користеться громадским транспортом, быть вечно, если вы ездите в электротранспорте, в троллейбусах, обовязково купите квитки, потом их выкидайте, не возвращайте кондуктором. Так стає багатшим місто. На все добре, до побачення. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова